Технический сбой при введении в эксплуатацию нового оборудования. Это основная версия взрыва на крупнейшей газораспределительной станции Европы. Как сейчас работает терминал, что с поставками топлива и ценами на газ, знает Татьяна Лагунова. Европа вздохнула с облегчением. Австрийцам удалось в кратчайшие сроки ликвидировать последствия взрыва на газораспределительной станции в Баумгартене и восстановить поставки газа через хаб в страны Европы. В ночь на среду все транзитные линии заработали на полную мощность. Территория терминала в Баумгартене до сих пор отцеплена. На месте аварии работают следователи, чтобы проверить и подтвердить основную версию технический сбой. В результате взрыва и сильнейшего пожара, который начался из-за него, погиб один сотрудник станции. И более 20 получили травмы. Не на шутку перепугались и жители Баумгартена. Мой дом как будто вздрогнул. А потом начался пожар. Я из окна видела, как сильно горело. Испугались и власти стран, которые получают топливо через хаб в Баумгартене. Через терминал прокачивается треть российского экспортного газа в Западную Европу. Весь день были ограничены поставки газа в Словению, Венгрию, Хорватию и полностью остановлены в Италию, которая сразу же объявила чрезвычайное положение. У нас проблемы с поставками газа в южном направлении, но мы постараемся их устранить в кратчайшие сроки. Косвенно пострадал от аварии Киев. Вчера объемы транзита газа через территорию Украины снизились на 23%. Упали и объемы импорта по реверсным маршрутам. Сейчас хаб работает на полную мощность. Рыночные цены на газ, которые вчера буквально взлетели, сегодня уже стабилизировались. Но тем не менее в Европе снова разгорелась дискуссия о зависимости от поставок газа и необходимости диверсифицировать энергоснабжение стран ЕС. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникейенко. Подробности Европейское. Бюро телеканала Интер. Бюро телеканала Интер.